Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бочерет заявила, что обеспокоена репрессивной политикой, проводимой Китаем в отношении уйгуров и других тюрков. В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Бочерет сообщила, что организация продолжает вести переговоры с Китаем о ситуации в уйгурском регионе, влиянии политики Пекина на права человека и условиях возможного визита в регион. 13 сентября модели и активисты собрались у Центра моды в Нью-Йорке и призвали всемирно известные бренды не использовать хлопок, произведенный трудовыми узниками. Индустрия моды получает прямую прибыль от принудительного труда уйгуров и других тюрков. «Мы больше не можем отрицать репрессии и геноцид», — сказала Сара Зив, глава группы активистов Model Alliance перед зданием Spring Studios в Челси. «Репрессии не только игнорируются, но и активно поддерживаются такими компаниями, как Nike и Zara. Однако нам известно, что американцы не хотят быть замешанными в этой несправедливости», — сказал Омар Канад, генеральный секретарь Всемирного уйгурского конгресса. В столице Германии прошел протест против репрессивной политики китайской администрации в Восточном Туркестане, Гонконге и Тибете. Участники акции собрались у здания министерства перед видеоконференцией, в которой приняли участие Ангела Меркель, глава Совета Европейского Союза Шааль Мишель, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Китая Си Цзиньпинь. Демонстранты обратили внимание мирового сообщества на то, что китайская администрация проводит в Восточном Туркестане, Гонконге и Тибете репрессии и геноцид. Протестующие несли баннеры и транспаранты с требованием освободить экономиста и правозащитника Ильхама Тухти. Официальный представитель партии «Зеленых» по вопросам прав человека и гуманитарной помощи Маргарет Баус заявила, что ситуация с правами человека в Китае ухудшилась, и что этот факт должен стать приоритетным вопросом в переговорах между Евросоюзом и Китаем. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна в настоящее время выступает очередным председателем Совета Европейского Союза, провели встречу с главой Китая в формате видеоконференции. «Речь шла в частности о переговорах по заключению крупного инвестиционного соглашения между Европой и Китаем. Мы прояснили наши позиции в отношении стратегического сотрудничества, которое должно базироваться на определенных принципах. Это взаимная выгода и честная конкуренция», – заявила Меркель по завершении конференции. Что касается доступа к рынкам, то вопрос здесь не в том, чтобы встретиться где-то посередине, а в том, чтобы устранить асимметрию и добиться взаимной открытости рынков. «Если мы хотим достичь взаимной цели и завершить переговоры в нынешнем году, то Китай должен убедить нас в том, что нам стоит заключать с ним инвестиционное соглашение», – заявила глава Еврокомиссии Фон Дер Ляйен. Она также подчеркнула, что Китай должен расширить доступ для Евросоюза в телекоммуникационный и автомобильный сектор страны. Китай подтвердил задержание 12 жителей Гонконга, которые якобы пытались незаконно проникнуть на Тайвань. В заявлении, опубликованном Бюро общественной безопасности города Шэньчжэнь в воскресенье, отмечается, что в прошлом месяце были задержаны 12 гонконгских активистов, которые были замешаны в прошлогодних антиправительственных протестах. Представитель Госдепартамента США Морган Артагус заявила, что США обеспокоены задержанием сторонников демократии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуачунин опубликовала в Твиттер заявление, в котором подчеркнула, что задержанные являются не активистами, а преступниками, пытающимися отделить Гонконг от Китая. В свою очередь, правительство Гонконга заявило, что, несмотря на просьбу родственников задержанных о помощи, не собирается вмешиваться в инцидент, который находится в юрисдикции материкового Китая. Редактор субтитров А.Семкин